Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Вот такой взгляд из палатки. Так и не пришло, да, тепла и лета, обещанного солнца? Нет. Я здесь, честно, в мухом страхе нахожусь. Это вообще что такое, блин? Как так это? Это же коммерческий, а бы вы гадский поход, мало того. Так это еще и пешеводный маршрут. Нам еще сплавляться три дня. Нам же сейчас в перевал идти, вон в тот, вон туда наверх, по снегу. Блин, это вообще жесть какая. Зато у нас здесь, смотри, а здесь, да, какой. Снега-то вообще нет. Слушай, ничего себе. Вот это, да. Вот это обзейшн полнейший. Лето! Я говорю, лето сейчас. Летние месяцы стоят. Я выглядываю из палатки, знаешь, и думаю, ну, такое солнышко проскакивает, морось, может быть, такая легкая, да? Ну, как бы нормально. А нет. Я выглядываю и все, как всегда. Что, никто не беспокоил? Нет, вообще тихо. Да. Я за ночь просыпался, наверное, раза два. Я один раз, ага. Да, вот такая вот у нас тут движуха. Зато мне как нравится, как мы встали, смотри. Мы полностью стоим на бесснежной территории. Ну, палатка твоя, понятно, она и вне кедров. А вот кедровая стоянка спасительная, она вот такая. Ну, самая жопа в том, что перевал будет весь опять в снегу. Все там будет заснежено. И, скорее всего, тропы будут заснежены, по которым можно будет нормально спускаться качественно. Не видно будет, да? Да. Придется идти как-то там напрямик. Ладно, будет видно. Это реально выживальческий уже поход какой-то начинается. Постоянно валит снег. Но перевалы, конечно, там он не засыпет, что мы там не пройдем. Я вообще этого нисколько не переживаю, не опасаюсь. То есть спуститься до каких-то низин, до полутора тысяч метров мы сможем. Там, наверное, уже будет, не будет снега. Единственное, вот после переваля этот участок, он такой будет. Там вот тропы, на которые, я надеюсь, их завалят. И мы будем просто вот так напрямик валить, короче. А это чревато там. Дольше идти, может быть, получится. Все, сейчас пшено будем. Я уже чай поставил завариваться. Палаточку надо будет собирать активно. Все, выдвигаться, потому что времени сегодня может нам не хватить. Но мы в любом случае, самый дерьмовый участок будем идти уже, наверное, под вечер. С усталостью и типа того. А что, котелок не это? В порядке он? Я максимально спешно все собрал, полностью наделся. В ходовое наделся. Блин, руки чуть не отморозил, пока палатку собирал. В итоге чехол где-то зарыл в самый низ рюкзака. Вещи уже туда сложил. Палатку просто бросил в рюкзак, свернул. Свернул ее без чехла, без всего. Просто ее там, блядь, так упаковал. Снег продолжает сыпать. Прямо сыпать, сыпать и валить. И конца, и края ему нет. Как реальная зима. Так всегда происходит зимой. Вот грел руки сейчас, подкинул какой-то чербачок. Все, мы сейчас кашу едим и быстро выходим. Как мы по этому укатанному снегом склону сейчас выходить будем, я не знаю. Придется, наверное, идти сквозь кедрач. Там, где снега поменьше, как-то вырули. Потому что вот в этих сапогах это невозможно. Они катятся. Они замерзают, катятся. Жесткие становятся, видимо. Или какие склоны они вообще держать не будут. Антон, с этой тут, с такой сыроватой, тяжелой, да, теперь, видимо, работает. Я уж тут начинаю верить в то, что как бы перевал не завалило, нам быстрее бы выйти. А то сейчас как ударит вещей метель какая-нибудь жесткая и все. Потому что уже я, блин, ничему не удивлюсь. Ну что, пора завтракать. Что у нас на завтрак? Летний суп. Ледок с золой. А на десерт у нас пшеная каша. А на повторный десерт у нас сыпуха из пряников. А вон она, росты пряничная. И немного мне себя просто, поэтому, блядь, не надо ко мне требования повышенные сейчас какие-то подъявлять. Как же так? Это я что, совсем не понимаю, в погоде ничего что ли? Что в конце лета попадают в такую конитель. До конца лета еще немерено. О, на реку пошел. Даже не знаю, сейчас будет попытка подняться в лоб, в перевал, как обычно я это делаю. Боюсь, не получится. Может не получится. Из-за скользкости сильной и всего такого. И придется идти в обход. В обход я никогда не ходил. Не знаю, сколько времени займет. Опять иду исключительно в энцефалитке на голое тело и в мембранном комплекте отриозон. Штаны, куртка. Вот, я говорю, это, блядь, скользкие ПВХ-сапоги. Нет ничего хуже сейчас для таких условий, чем они. Вот туда в лоб. Как бы, блядь, как на лыжах оттуда потом не съехать. Третью ночь снег идет, а то и на день переходит. На несколько минут перенесемся из заснеженных саян в, наконец, наступившую в Сибири весну. Каждый год во время паводка мы с друзьями приходим на мою дальнюю избушку. Именно здесь я уже много лет наблюдаю пробуждение природы после долгой сибирской зимы. Смотрю за старыми гнездами, кто поселится в них в этом году. Определяю, до какой степени оборзел бобер и как близко он подобрался к моей избушке. И, конечно, устраиваю субботник на территории избы. Убираю лиственничные ветки, после урагана хлам и мусор от лесозаготовителей. Разумеется, хороший костер. Без застолья здесь не обойтись. Еще осенью, во время раскопки плотины, о которой слышали сторожилы моего канала, я нашел загадочный ящик, в котором обнаружил коньяк Коктебель. Коллекция коньяков Коктебель включает в себя коньяки от 3 до 30 лет выдержки. Коктебель ведет свою историю с 1879 года. Коктебель – драгоценный коньяк России. Это один из старейших коньяков в стране с богатой историей и уникальным географическим происхождением. Жареные овощи на гриле и филе бобра в маринаде по-абавыгатски – отличное дополнение к коньяку Коктебель. Вот несколько важных правил. Готовить нужно только на месте. Коньяк до употребления хранить строго в старинном ящике. Закуска, приготовленная своими руками, дает плюс 50 к наслаждению. Создавайте свою уютную атмосферу. Встречайтесь с правильными друзьями в правильных местах с коньяком Коктебель. Предположим, что сейчас середина сентября, и этот снег может уже никогда не растаять, и он будет только пребывать. Я сейчас буду исходить примерно из этого, что нам надо успеть выскочить на ту сторону перевала, где мы будем спускаться, где уже ниже высоты, где мы сможем спокойно выйти, не попав в глубокий снег непроходимый. Такого с нами в этом случае быть не должно. Нам надо набрать, наверное, пару-тройку сотен метров сегодня и уже спуститься в долину на выход. Так ее назовем. Там нас будет ждать изба, в которой мы починим печь, поставим дымоход, в который уже можно будет приобрести тепло и уют. А потом сплав по реке. Все, Антон, он в таком обмундировании пошел. Давай, по левому борту начинаем набирать. По левому борту этого херни, этой костер немного распинываю, место у нас вчера так согрело, так вчера было хорошо. Это не передать словами. Пацаны, с которыми мы были, моя команда, в прошлом походе не дадут соврать, кедровая стоянка лучшая, что может произойти с тобой на этом пути после балков. Конечно же, после балков. Все, сейчас я это все еще раскидаю. Все, Антоша пошел. Вот так мое место все выглядит. Снега-то так и не нападало, ноги мерзнут. Я любопываю о сапогах гребаных. Флисовые носки толстые, не помогает набор носков. Всю одежду, которая еще может хоть как-то согревать флисовое, термобелье, носки, все убрано в гермомешок. Кедровки слышно кричат, поют. Все. Вот такой уклон, если придерживаться горизонтали. Вон Антон. И нам сегодня надо набрать не менее чем 400 метров. Я посмотрел сейчас по карте. Вон там еще видно след от палатки Антона. Ее не засыпало, еще снег на ней тает. Очень скользко. Пока получается без помощи рук. Низа не придерживаюсь я. Держат сапоги, лыжи, лыжные сапоги эти. Интересно, что нас ждет там. Плюс 400 на высоте еще. Сейчас 1600 была. Будет 2. 2 с небольшим. Может быть просто чуть больше снега, а может быть наоборот лето и там уже солнце будет. По сверхскользкому подъему, хватаясь за кусты, за ветки, немного поднимаемся уже под покров леса. Думаю, здесь как-то можно шашечками-шашечками подниматься, самую круть пройти. Ноги, я мёрзну, до сих пор не согрелись. Продолжаем набор. Еще столько же или чуть больше, чем мы поднялись. Снег не перекращается. Я палкой помогаю. Скользкие сильно сапоги, просто жесть. Антон что-то ничего не комментирует, проклинает. Наверное, об эвэгатство. Да? Антон? Планируйте, граждане летние походы, свои внимательнее. Берите с собой лыжи. Сороговая минута подъема. 40. Скоро положится немного подъем. Лучше будет легче. Очень скользко и подъем. И лето, жарко. Жарко. Вот такой уклон. Камера горизонтальная сейчас. Положе стал чуть-чуть. Я же хотел морс из брусники сделать. Попробуй найди ее сейчас там под снегом. Я надеюсь, там может быть пониже. Я еще не смотрел карту. Может быть будет там она. Да или снег успеет ставить. Правда он вот сейчас зарядами какими-то сильнее вдруг пошел. Сейчас уже опять стихает немного. Уже скоро на плата выйдем. Там полегче будет хотя бы поровно идти аккуратно. Уже скоро, Антон, финал подъема. Снега стало больше определенно. Здесь он успел накопиться. На двух километрах, наверное, будет устойчивый уровень уже. Я уверен, что все это стает. Но именно когда нам это уже будет не актуально. Воду бы хоть поднял немного, чтобы сплав быстрее шел. Цветку повезло меньше, чем нам. У нас хотя бы есть возможность отсюда попытаться выйти. А они все. Для них лето кончилось. Такие места есть под кедрами. Да, я сколько раз их уже показывал. Мы ночевали в таком, где нет снега. Там зелень и кайф. А вот наш турист в коммерческом и бухгатском походе. Думает, что все оказалось немного сложнее, чем он себе представлял. Сейчас уже полаживаться начинает подъем. Жду Антона, снимаю этот вид охерительный просто. И думаю, что дальше, что в конце сегодняшнего дня. Там такие места будет, жопа просто полнейшая. Там меня клещ где укусил. Там вообще, блядь, не пролезть. Но снега, надеюсь, там уже не будет. И вообще погода наладится. Но это мечта такая у меня в очередной раз. Час 15. Потребовалось, чтобы взойти на полку и идти в сторону перевала. Через один из ручейков. Где воды можно будет бахнуть. Все, мы уже идем по полке. Я щелкаю шишку. Пока палку выбрасывать, с которой поднимался, не буду. Там сейчас будет косогор этот скользкий. Надо там будет помогать ей. Долина, вон та самая дальняя, если видит камера ручья, откуда мы поднялись. Это смежная уже с ней долина. Альтернативная, по которой мы могли подниматься. Створа нашего перевала не видно. Здесь вот такая даль. Все белым-бело. Нормально, идем. Все, нормально. Я сейчас застегнул все вентиляции. Нормально. Не очень холодно пока. Руки не мерзнут. Антон, пару слов хоть каких-нибудь скажи. Очень тяжело идти. Очень тяжело. Подъем очень тяжелый. Крутой уклон. Снег очень скользко. Силы я вообще, наверное, все оставил там. Это только кажется так. Тяжело, короче. Потому что ты вынужден сегодня будешь пройти еще так много. Девять с половиной километров напрямую до избы. Меня больше заботит спуск. Он будет супер скользким с перевала. И тропы не будет. Вот здесь она есть, но она под снегом. А там тропы хуже. Ну, то есть их хуже видно. Ну, ладно. Там уже эта опасность снежная будет только снижаться. В принципе, метеоусловие вполне сносные и для перевала, и для всего остального. Не так уж холодно. Нет этой глазовыкалывающей вьюги. Какой-то буран и сильно вообще нормально. Такое слабое снежное настроение. Здесь все это и видно. Мне пока вообще все нравится. Только мне не нравится наш спуск предстоящий. И конец пути. Там жопа будет вообще. А еще сплав. Потому что у Антона нет мембранных штанов. А они были в положении о коммерческом походе. Он этим пренебрег. Я, конечно, дам ему свои, но они ему могут не подойти. Ну и куртку тоже. В общем, тяжелое время нас ждет. Погода, к сожалению, не на нашей стороне. Наш перевал вон там. Видимость ограничена. Его сам не видно. И самое хреновое, что и тропы не видно. Одно дело идти по маленькой выбитой зверями поверхности. Там как бы лучше зацеп, все остальное. А другое дело по карликовой березке постоянно норовить скатиться вон туда вниз. И это может стать проблемой. Но я надеюсь, что будет ок. Нормально. Вон справа распадок такой. Все, мы спускаемся к воде. Вот здесь. Вот тут, пожалуйста. Об этом я и говорил. Все, здесь с камеры не пройти. Свой уклон я не покажу здесь. Он не очевиден. А вот по Антону видно справа туда свал. Вон там долина этого ручья. Туман. Снег прошел. С палкой в правой руке. Она как лыжная мне сейчас помогает. Отталкиваться от снега ей. Потому что вот. Вот нога раз туда и поехала. А там вон что. Можно запросто не остановиться. Скорее бы уже уйти с этой крутой вот этой кромки. У нас одежда вся скользкая. У меня мембранка. Она как специальные санки тебе туда укатит. Легко. Легко. Ладно. Туман сейчас сойдет и будет видна наша долина. А это вон какая красивая. Здесь я когда-то показывал там дальше лавинные склоны. Лавинный вынос и еще что-то. Все во мгле. Нам прямо штиль полный. Сегодня день штиля видимо. Ветра почти не было. Вон наш перевал сейчас прям открываться стал. Я понять не могу. Это мое собственное тепло. Греет мне уши, голову. Или это солнце пробивается. Блин, поскольку я глаза не могу открыть, наверное, это солнце. Ярко стало. Вон небо. Сейчас это все, короче, как побежит. Как потечет. Слушай, как светло стало. Замечаешь? Да. Просто охеренно светло. Все светом озарило. Весь наш путь вокруг. Глаза что-то. Глаза. Хоть на очки надевай, кстати. У меня есть они. Солнцезащитные. Так, палка давай. Мы что-то уже тянем. У нас сегодня такой сложный день. Ни хрена себе, как стало. Это вообще просто. Обзейшин полный. Вот так вот растянуло. Какой контраст сейчас хороший. Даже цветокорить не буду специально на этот момент. Еще лето. А ручей уже перебрался под снег. Вот так. Очень ярко. Блин, постоянно морщишься и идешь. Вот откуда морщины у нормальных походников и всех. От жизни настоящий. Блин, полностью весь этот массив. Всех истоков. Основной этой реки, по которой мы идем. Он весь, походу, в паре, в пару. Смотри. Все здесь везде сейчас парится. Спутника, наверное, ничего не видно. Даже не из-за облачности, а из-за пара. 2040 метров. И местами солнце прямо начинает светить ярко. Я представляю, как быстро оно сейчас здесь все начнет топить. Летнее солнце. От когда-то былого луга тут ни следа не осталось. Какой был луг, когда мы с парнями не так уж и давно здесь проходили. Цветущий луг Антон был здесь. Да, я видел. А сейчас? А сейчас? Что сейчас? Ноябрь. Ноябрь? Да, похоже. Я предлагаю на Андреевом камне, на моем, то есть посидеть там шоколадку хоть одну съесть напополам. Вон он, Андреев камень. В ноябрьский сезон, в кавычках, ноябрьский. Вот так Андреев камень выглядит. Здесь я частенько обедаю. Точнее нет, перекусываю. Слушай, а может вниз потопим, а? А то сейчас остынем. Ага, давай. Подхожу к туру, где должна быть наша записка с ребятами. Он развален. Такое ощущение. Я не полезу сюда. Не буду я руки студить сейчас. Снова затягивает туманом. По снегу поднялись нормально. Здесь по ощущениям его было больше. Вот в надутых местах. Тут уже надувает. Все, пока не стали остывать, в долину идем. Она вся в тумане. Прокрикиваем ее от Мишани. И от всех остальных. На подъем ушло ровно 2 часа. Наш спуск в долину, вот он. Он в тумане и под снегом. Тропы не видно. Я иду чисто по приборам. Вот. Шишка в одной руке. А во второй руке иногда достается навигатор, чтобы все мои предыдущие треки сравнить и посмотреть, как идти. Потому что здесь не хочу я напетлять лишнего, куда-то не туда, уйти в Курума. Здесь тропа хотя бы набитая. Она по какой-то плотной породе идет. А уйдешь не по тропе, попадешь в Курума с Боданом. Там спуск займет гораздо больше времени и травмоопасно. Поэтому идем по приборам. Вот так проваливаясь немножко в снег. Какая бы сейчас была идеальная тропа здесь. О, снегом задавленная. И прокрикиваем от Мишани. Мишанёв! Подходим! А вот здесь уже видна вся долина, по которой мы пойдем. Вообще смотрится зловеще, как это. Антон сказал. Я хотел не говорить об этом. Но, бля, дико зловеще. Весь наш спуск. Твою же мать, только серые тона исключительно. Все деградации серого. Жесть. Сзади тоже такая мгла, знаешь, застилает. Смотри, просто атмосферно. И непонятно, что страшнее и хуже. Сзади вон как там или впереди? Вообще просто зло воплоти реально. Это как в сказках, как в фильмах. А мы туда идем. Нам надо туда. Там изба в опасности. Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Спуск здесь такой. Очень неприятный. Антон, надеюсь, попадает в кадр. Я показываю места, где я уже только что прошел. Порядок. Вот горизонталь. Вот такая. И вот вниз. Куда вниз, вниз. Вот здесь вот можно убиться. Единственное место. Потом будет полегче. Хотя сейчас все под снегом. Все не полегче. Нигде не полегче. Мишане мы идем. Самую крутую часть довольно легко спустились. Все, минус одна шишка. Такая офигительная. Она очень спелая была, крупная. Я, можно сказать, и не голоден до сих пор. Спускаемся, покрикиваем Мишаню. Вроде темп хороший. Прям быстро спустились почему-то. И даже сквозь снег удавалось мне угадывать тропу. Это вообще нонсенс. И полностью мгла осела, и снег пошел. Он такой. Я сейчас иду Антона спрашиваю. Что, Антон? Нравится тебе поход? Он с таким кислым-кислым липсом идет, говорит. Нет. Я говорю, ну а как же? Он говорит, я вообще иду и думаю, что уже больше не буду ходить в походы. Нет, походничек. Ничего, посмотрим. Мне бы теперь выбраться, вывести нас отсюда. Из этой жопы всей. Без происшествий, причем желательно. Неинтересно, говорит. Конечно, гораздо интереснее ходить по завтрашнему Алтаю. Он специалист по Алтаю. Там прям сильно интересно. Да-да. Ну ничего, я думаю, что это так. Просто полнейшая апатия. Потому что условия не матрасные, а настоящего туристического похода. Мишанё. Вероятно, мы попали в машину времени и правда сейчас ноябрь. Потому что дикий лук, он теперь вот такой. Он уже даже желтый, очень жесткий, есть его невозможно. Выглянуло солнце, а я конфеты ем. Сосательный, очень вкусно. Прямо у меня настроение охуенное, реально. Солнце выглянуло. Как тут может быть неинтересно. Здесь люди бывают раз в 10 лет, а то и реже. Если не считать меня. Это самые дикие ябеня западных саян, можно сказать. Таких заповедных. Не туристических, я имею в виду. Туристический район я вообще не рассматриваю. Здесь вон же как. Я даже знаю, что уже очень скоро кедровая, ой, кедровая стоянка. Стоянка, на которой мы с ребятами останавливались. Я 2 года назад останавливался. Только сейчас вот эти снежные березки пройду, все нормально будет. Спущусь в долину вон того ручья. Мишоу, Мишоу! Покричу. Эх, а какое хорошее. И все. И там, может быть, привал сделаем. Хотя неинтересно, не будем, наверное. Сейчас под деревьями лучше не стоять. С них бежит вода. Прямо в прямом смысле бежит. Все, 30 секунд солнца достаточно, чтобы полностью она начала обсыпаться. Антон, я тут не буду рассказывать мои заметки тебе, ладно? Конечно. Они тебе неинтересны, скорее всего. Да. Какой снег перекрашенный, белый, на солнце. Вон там, кстати, водопад. Но он неинтересный, мы туда не пойдем. Забавно, но даже такой водопад на карте обозначен. ВДП. Прикольно. Да, из-за упавшей травы видимость просто офигительная сейчас. Потому что вон там стоянка, вон бревно лежит горизонтально и за ним сразу стоянка. Обалдеть. Никогда такого не было. Я всегда вот здесь охеревал. Вот здесь, конечно, места так себе, вот тут можно поехать, здесь камни, вот тут жопа просто. И вот так плавно спускался в нашу долину. А там вот я, кстати, не успел из-за кедров снять бурые такие поднимаются звенцовые окисленные тучи. Там вообще опять жопа будет. Никакого солнца, короче, обещанного. Но кедры, конечно, преображаются сейчас опять. Антону ничего неинтересного. Он стоит там. Ты подисфотал? Неинтересно же. Чтобы дойти до стоянки нам понадобилось 2 часа 50 минут. Будем ли мы сейчас пить чай, есть лапшу, сейчас узнаем. Отходит Антон, сейчас спрошу у него. Антон, вот он этот стан. Будем мы лапшу быструю с салом заваривать или неинтересно? Ты как сам? Без сало? Просто сало? Кусочек. Просто так, без всего? С сухарями? И с быстрой лапшой? Короче, с костром решили не связываться. Во-первых, чтобы времени не терять. А во-вторых, ну неинтересно нам костер сжигать. Ну что, мы дети что ли? Правильно? И решили поесть просто сало и сыр. Просто вот так в прикуску, пожевать, идти дальше. Я на самом деле вообще не голоден. Я шишку целую сощелкал. Это, как правило, хорошее питание. Если идти весь день щелкать, то и есть не будешь. Так что быстро бахаем сальца. Есть шансы сегодня уйти, успеть до избы. Вообще, мы несли сыр, чтобы сделать из него De Macaronos El Franchozes. Но, походу, сейчас его съедим. Потому что ничего. Спустились на 1680. Мы примерно на такой же высоте и были, но здесь уже нет снега почти. Он стаял. Сейчас пытаемся тут не потерять какую-то более или менее хоть как-то видимую тропу. 600 метров до того места, где в прошлой группе парень подвернул ногу. Примерно столько. Все здесь вот она рассеивается. Думаю, где-то вот здесь она идет. Вот так она разошлась здесь. Я просто еще высматривать пытаюсь. Красота-то вон какая. Гора высокая где-то здесь впереди. и мой брод какой-то шумит. Во, какие места здесь бывают. Антон покушал и ему вроде бы настроение получше стало. Он идет уже впереди, покрикивает. Нормально, наверное, интересно стало. Вон, блядь, какая лапа здоровая, твою мать. Мишаня, ептать. Давай, давай, вальнул пойди в кусты. Вон, примял их. Уже спустились тут. Вниз идет. Да я не знаю, но вниз здесь какая-то наша идет. Типа, главное это. Тут вообще зимой не пахнет. Смотри, вся трава высокая. Да. Просто дождь как будто прошел. Вот такого спелого и уже возрастного мишанинного дерьма не каждому удается увидеть. Еще вон какое все размоченное. Вот звук какой хороший. Идем постоянно сыро. Я впереди иду. Боюсь, что штаны начнут промокать. Уже и палки траву сбивал. И уже что только не делал, чуть не упал, бросил палку, психанул. Сейчас тропа скоро уйдет и до избы 4 каме. По-моему, 4,200. Это значит, что сейчас начнутся самые веселые места. Вот-вот уже буквально. А я как раз начинаю вставать уже. В общем, такие дела. Идем пока. Начался просто самый адский участок пути. За спиной там вон что мы сейчас прошли. Я с шишкой иду. Такой вот водопадец нам куда-то туда, там где-то идти надо будет. Антон малину увидал, напал на нее. Малина еще не обсыпалась, да. Да, с удовольствием поем. Я набрал несколько образцовых шишек с крупной копейкой хороших. Антона пустил вперед, мы идем и те места, где засада, а не я их знаю, где нет тропы, где просто жопа, вообще невозможно пройти. Мы идем там таким путем, каким я еще не ходил. То есть мы идем в противоположную сторону от того места, где я был и тропы не было. Потому что я помню, здесь нигде ее нет в определенных местах. И мы так уже одно место, даже, наверное, два, очень удачно и быстро прошли. А там вон дурнина. Белая вода, водопады. Вот. До избы еще прилично, около трех с половиной. Потом ее еще саму надо будет найти в этих дебрях. Но я говорю, мы очень сэкономили хорошо. Вон здесь будто тропа, что ли. Да. Вот как-то зверюги проходили. Но мы ее там не видели выше. Она где-то берется, видимо, с другого берега приходит. Я к чему говорю все это? Что вот так вот белые пятна тропы они зарисовываются тропой. Тропой новой разведкой ее. И к счастью он идет впереди Антона. Он охереет. Он просто упадет в конце. Но я его тогда подниму и пойдем. Потому что мне надо поберечь силы на участок который будет еще впереди. Стойка. Вот такое место. Антон машет. Говорит смотри тут водопад настоящий. Такой локальный. Да надо попить уже. Пора. Встаем на перекус в привычном месте. Еще идти много и надо хоть здесь маленько расслабиться подкрепиться. Вот твой пакет шоколадный. На таком ручье дурном круто падающем. Надо все дух перевести иначе я начну сейчас уже. чахнут немного. Ну че как переход вот этот? Тяжелый. Очень тяжелый. Мне не нравится. Почему? Ну куча троп идешь себе да и все. И ходи не по зверовым тропам а по людским. В чем проблема? Тебе же писали в комментариях обувы гад. Ходишь как дурак по зверинным тропам. Поэтому и тяжело. Надеюсь его звали не Антон. Какие зубы хорошие. Я уже пятую шишку ем. Антон идет и говорит что ему не нравится. Ему все не понравилось. Такое не для него. Не таежный он человек. И больше в такой он никогда. что ну зато он попробовал. Что может в этом нравиться? Зеленый ад. Я снял даже защитную куртку потому что шутки кончились. Уже здесь финал до избы пройдешь. Мне надо чувствовать себя свободным чтобы это сделать. Без всяких курток и всего остального. Но вот такого огромного калибра мишани на говно. Вон оно какое здоровое. Он только что был здесь. Если бы мы не кричали мишаня мне кажется только что мы бы запрягли его и ехали на нем. Ну вот разминулись. Ничего впредь будем вести себя потише. да Антон пара слов о переходе. Очень тяжелый переход. Пару ключевых слов. Очень неинтересный переход. Вообще не помни это не мое. Сразу что-нибудь в противопоставлении. Да что твое тогда если это мое. Это все-таки больше открытые пространства где мы шли по тем верхам. Это прикольнее. Мне больше нравится. Но я такой человек не лесной. здесь местами красиво особенно стволы деревьев они иногда красиво сочетаются интересно. Но очень тяжелый переход. Я сегодня превозмогаю. Я если честно думал что мы прием затемно. Мы еще не пришли. Понятно. У нас недалеко уже. Все очень круто может резко измениться. Все? Вообще ни в какие ворота не лезет. Уже вон. все насрано. Нагуливает жир из ореха. Здоровый он. Надеюсь он нам не попадется. Разительно отличаются места от тех откуда мы идем и где мы вообще шли до этого где-либо. По долине этого ручья вон. На этой половине куда мы спускаемся все в шишках. Все в орехах. В вся тропа усеяна. Я иду выбираю где побольше где получше. А до этого шишек не было вообще. Практически единичные и зеленые. Думаю весь медведь устремится сейчас сюда. Они как-то в этом разбираются. Далеко еще. Уже подходим. Уже точнее идем просто по азимуту. Ничего не могу понять. Я постоянно теряю здесь одну тропу. Есть здесь одна тропа непонятная. Вот попытаюсь ее картину нормальную тропу воссоздать. По точкам, по координатам. Опять что ли на нее вышли. Пойдем пофиг уже напрямую на избу. Идем по азимуту просто по лесу. Пахнут лисичками. Я что-то вообще не почувствовал чем они пахнут. Да, слабый запах. Пахнут реально. Вот я тут сорвал. Будешь жарить? Не будешь жарить лисички? Я дома пожарю. Ведь грибы так вкусные и полезные. Что ты говоришь? Почему ты их не пожарил? Лисички со сливками это космос. Ладно все вот такие мы грибы не пройдем мимо никогда и никто их не рвет. Хереть здесь уступ. Просто жесть здесь уступ. Все мы на месте. Там уже Антон даже этому рад. Хоть он не рад всему был в принципе но этому он уже рад. Что мы у избы мы на месте внесем для нее подарок. Сейчас будем разбираться как пройти. Сапоги очень скользкие боюсь в них убраться. подарок для избы несет Антон и я несем. Слава Богу пошли. Я ждал этого 29. Ну хоть это тебя радует. Радует да. Наконец-то счастье. Сейчас будем разбираться еще как пройти блин. Вышли как обычно со стопроцентной точностью на избу и спусти спугнули оляпку. Я пойду попробую классически. Поскольку это год кислицы не могло без нее обойтись потому что я уже кислицей объелся в этом году. Здесь в Саянах ее вот именно здесь больше всего. Вкусно. Она уже сладкая. Она сластит уже. Офигительная. Традиционно для коммерческого похода мы подходим к избеницам ей подарки. Я надеюсь Антон справится. Он должен справиться. Если нет это будет пиздец. Антоша, давай. если что буду ловить его. Давай тут уже спокойно переходи без нее если что меня хватай. Если что я тебя хоть подтяну. Все палку сюда ставь. Воды очень много. Вон тот камень давно уже под водой. Большая вода прет. Отлично сплав будет хороший. В этом году очень много малины. Здесь я ее обычно ем. вот она. Изба красавица здесь. Ну что как ты? Какая крыша классная у нее да? Чьих рук дело? Попробуй отгадай. Красотка моя ты хорошая привет. Мы тебе подарки принесли. Подарочки. Давай посмотрим. Подсыхаешь ты тут нет? Моя ты маленькая избушенька. Все сделаем сейчас все нормально будет. Все она под надежной защитой обвэгатства. Моя классная изба. нормально. Зато она вся сухая. Будем еще трубу ставить сегодня. Все Антон я тебя поздравляю. Ты как член обвэгатства. Хочешь ты этого или нет теперь ты один из них. Спасибо за помощь на переправе. Все давай разгружаемся наконец-то можно снять трубу и больше не пристегивать к рюкзаку. Миссия выполнена. Еще нет. Еще она только доставлена. А вот наша заброска с тобой. Смотри. Можем открыть консервированный ананас или что-нибудь еще. Там много чего есть. Ладно все погнали. У нас для избы подарок два дымохода метровых. Этот полностью сгнил. Есть или будет когда-нибудь видео на этом или на основном канале я не знаю. Вон он лежит. Он просто развалился. Как еще здесь все оденусь и будем возиться с дымоходом. Во время ремонта крыши и застилания баннером лестница сломалась. И вот сейчас мы ее делаем одной длины чтобы нормально воспользоваться. Антон с собой целую ножовку нес. Охренеть. Ребята столько всего ненужного несут. А потом хвалятся весом. А я в итоге несу все групповое. А не каждый несет всякую такую херню. Ну нормально. Я пока это вот так выглядит. Сейчас я буду подгонять по размеру как-то получше. Вот это надо было зафиксировать как-то чтобы излишняя вода не бежала по ней. Буду возиться еще дофига чего здесь чем заняться. Антон где-то лазит. Лестницу отпилили. Я стою. Она на честном слове меня держит как-то. Она на печи уже? Да. Ну а насколько она села глубоко? Давай надо чтобы сантиметров пять хотя бы залезло. Вот как. Вот так вот чиним. Врачи единственная мысль которая мне пришла в голову исходя из всех подручных средств. Это вот так прибить баннер. Здесь достаточно расстояние ничего не загорит. Все нормально. а пусть если хозяин появится пусть сам переделывает. Палкой наискосок вода будет сбегать. Все придавлено изба спасена все нормально. Все я теперь хочу ее затопить. Не так уж и плохо выглядит и получилось. Уверен этих расстояний уже достаточно. Тут не такая печень не такие температуры для такого дымохода чтобы были проблемы. Изба спасена. Итак, первое подтопление печи. Ладно, посмотрим. Самое главное, что с дымом? О! Дым пошел уже. Ну, изба поздравляю, надеюсь, так тебе будет лучше. Ты не сгниешь окончательно, потому что там мест гниения больше, чем вообще может быть. Больше, чем должно быть у нормальной избы. Все, будем следить за топкой. Да, она уже такая горяченькая, рука не терпит. Ну, вот и отлично. Вот и началась новая жизнь в этой избе. Баннер зиму точно простоит. Я немножко продешевил, купил не самый хороший. Один еще на крыше есть. Если будет хорошая удачная практика, я куплю другой дорогой еще более качественный баннер и будет все клево. Антон тут уже переодевается. Антон, я тебя благодарю в помощи по восстановлению избы. Спасибо тебе, что ты помог притащить, хоть и в коммерческом походе, но ты все равно помог принести трубу. Она уже на печи, она красная. Мы проводим тестовые испытания, за всем следим, как она себя ведет, не загорит, не прогорит. в общем, тестируем здесь все уже, и котелок на печи, от Антона пар идет, сохнет. Там же жарко же, да, классно? Вон в том левом дальнем углу плесень, я надеюсь, наконец-то высохнет и сдохнет, плюс еще высокая температура сейчас будет. В общем, мы пока сушимся, в избе здорово будет. Если все нормально, вдруг хозяин нарисуется, что-то как-то обсудим, может, как-то помогу ему еще что-то улучшим здесь в избе, как-то поработаем здесь, в общем, с ней. Но хозяин, думаю, не нарисуется, поэтому по возможности буду как-то улучшать избу, чтобы она в жопе мира и самое место. Согласишь же, а? Да. Без избы мы бы сейчас тут начали корячиться. Ну не охерели бы, но корячились бы, страдали больше. Ты же достаточно уже пострадал, правильно? Я сегодня вообще прям самый страдальческий день у меня всего. Да. У нас еще вот заброска продуктовая, здесь всякие ништяки, сахар, ананасы, все это мы попозже будем рассматривать. Так, мы сейчас разбираем забросочный продуктовый пакет, может, еще что-то осталось. Ладно, короче, вот, два вот таких вот баула, один баул и там еще остатки и вот здесь вот кое-какие продукты, короче, мы их сейчас перетаскивали, перекручивали, Самое главное, походе, поесть консервированных ананасов, это прям моя мечта была. Халвышечки сейчас поедем. Халва здесь нас ждет, полторашечка вот такая сахара красивая, такая добротная. Сейчас мы лапшички сварим, у нас уже сыр остался. Прямо на этой избе нас ждет заброска, это коммерческий обугацкий поход в определенного тарифа, в который все, бля, включено и заброска даже всяких вот таких ништяков. Тут даже есть манго. Манго, консервированный, но у них отклеилась этикетка, ничего страшного. Тут вот у нас полно всяких этих пряники, шоколад. Да, да, здесь очень много всего. Трупы. Да, 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 и здесь. Вот. Кстати, мы с ребятами в прошлый раз, ладно, я не буду сейчас доставать, я так покажу. Сосательный конфет очень много сожрали в избушках, ну, потому что у нас был такой голод и дичь по сахару, что я их все сейчас на сплаве, где мы поели, их обратно буду завозить. Поэтому вот так. Что-то может быть еще. Ну, то есть, очень много всяких сладостей, перекусов. Крупы, естественно, тоже есть там в каком-то количестве. Ну, в общем, это для нас. Это супер. Да, это было сделано для нас, именно исключительно все продукты. Но, то, что останется, оно останется где-то здесь, в районе этой избы, оно будет спрятано на тот случай, если я вдруг приду сюда зимой. Но мы наверняка все не съедим, потому что тут просто дохерища всего. Антон, а что в бутылке такое тут цветное? Не зука ли случайно, а? Нет, это апельсиновый сок. Да, конечно. Потому что из заброски. Ну, ладно, хорош, я видел это зука. Зука нельзя пить, почему ты его пьешь? Это же яд. Я, если честно, это со школы не пробовал. И сколько он уже скул-то я закончил? Ты литр налил туда? Да, ну примерно. Ну-ка, и что, и как? Это надо пить в походе, когда ты помираешь, когда ты вообще, его не до конца размешался. Вкус детства. Помню, все в школе, в детстве. А у нас, между прочим, еще дополнительно чай с реальным лимоном. Во, не сушеным, с настоящим заваривается. И чернейший чай, и там макароны, Dele Macarones, Dele Macarones, короче, Короче, таежная паста у нас, вот сегодня. Да, таежные Dele Macarones будут. Это из заброски. Чаек, сыр для будущей еды нашей. И мы сейчас с Антоном обсуждаем, что любая вот такая изба, даже вот такая, она уже сейчас классная, лучше, чем палатка. И как, и что, и к чему мы пришли? Да, это лучше, потому что вот здесь, вот сегодня у нас был тяжелый, ходовой день. Вот где тут ставить? Да, надо было тогда еще ниже идти, вообще выходить на устье. Ну там еще дохера, да, по-моему, нормально. Да, Вот. Здесь ставить вообще негде палатку. И вот Андрей, когда рассказывал, когда он тогда ходил два года назад, он увидел ее с бутаков огромных, эту избу. И для него это было счастье вообще. Да. Конечно, счастье, я согласен с ним, потому что, ну, это, не передать словам. На самом деле, на видео, вот, я уже сейчас это сам убедился, лично. Уже который раз, наверное, да? который раз, не передается вот эта тяжесть пути, сложность, особенно сложность, это сложная тропа, сложная ущель, это долина вот эта вот. И, конечно, это избавит, радость. Конечно, на видео это не передает, ну, как, Андрей пытается передать эмоционально, но все равно, я вот. Мне говорят, что ты ноешь, блядь? Да пошли. Ты туда пошел, если ты ноешь? Не, на самом деле, очень тяжелое. Мне сегодня было очень тяжелое, прям вообще. Причем, я скажу, что Антон, как я посчитал, как я вот считаю, достаточно физически подготовлен был. Да, нету вот этой наработки продолжительной и усталочной, которая к этому приучает, но физически, как бы, он и считаю тренирован. Вот если он не врал, что тренировался, не врал, не врал. Все, это он молодец, а предыдущая группа, ребята, тоже молодцы, но врали, значит, мне, я такой человек просто еще. Может быть. Может быть, я охеренный человек. Может быть. Не без этого. Короче, не передается все, что происходит на самом деле. Места на карте и в реале совсем разные, неузнаваемые. Хочу отметить, что мы сегодня еще шли более-менее так вот уже по треку. Андрей тогда первый раз шел, он тут еще тяжелее было ему. Да. То есть, и сложнее. И, ну, короче, я всем рекомендую очень сильно, как сказать, фильтровать мысли свои, что не надо писать всякую херню, что типа вот там идет он и что-то там у него плохо получается. Нет. Это реально очень тяжело. Очень. Поверьте. Такие дела. Честно скажу, я мечтал о чае вот с таким жирным лимоном. Не с сушеным, как вот Абвгатский лимон, нет, а вот именно с жирным таким. Вот. вкуснейшим, сочнейшим лимоном, который нас дождался здесь. Он в заброске был тоже. Это шикарно. Просто обалденно. И сплавное где-то здесь у нас уже неподалеку тоже заброшено. И там есть ништяки кое-какие. Я, правда, уже забыл какие-то, но какие-то, наверное, есть. О чем я мог еще думать? Алкоголь вот я не забрасывал. По множеству причин. Жалею об этом. De taiga el macarones. Они готовы. Какие-то испанские зыгры. Здесь есть, ну а как? В тайге только по-испански и говорить. В Италии. А это испанские макароны теперь. Таежные. По-моему, сыр наносится за палочкой. Да не говорю, он что-то весь слипся. Надо было его почаще мешать. Мы что-то бегали туда-сюда. То ли опять дождь начинается. Ну, видишь, слипся. Ну, уже ничего не сделаешь, судя по всему. Ну, да. После починки избы уже небольшого застолья, ну, в плане, что мы поужинали, альпиндустрийский чай. Спасибо, пацаны. Бахаю. Все нормально. Я здесь уже бахаю альпухин чай травяной с зефиром. А Антон уже ананасы из заброски до них добрался. Классно, да? Угу. В таежной избушке кто-то, когда-то мы жарили здесь курицу, а теперь ананасы. Курица с ананасами. Да. Ништяк. Я пока еще свои манатки не заносил. Печка топится. Дров завтра здесь пособираем. Здесь как бы чурки есть наколотые, напиленные. Стаскаем их вот сюда, чтобы были под навесиком. Вот здесь все-таки навес образовался. В итоге будут подсыхать здесь, потом их по возможности кто-то расколет. Тут как бы и не было дров нисколько. То есть сколько было, столько и осталось. Но мы там немножко пожгли, да, в костер немного ушло. И останавливались? Мне ананасы, да вот я пока не хочу. Если они тебе хорошо идут, съедай их все, у нас еще есть. Субтитры сделал DimaTorzok